О, нормальная, кстати, она даже не заметила, ну и супер. Слепошарая, потому что не разбирается. Тот парень прав, Макси пицца лучше, когда она с томатным соусом, но не нравится разделять мясо и все остальное. О, нет. Так, Макси пицца. Всем привет, рада видеть вас на моем канале Телька Плей, я Наташа, мы с вами продолжаем играть в хорошую пиццу, отличную пиццу. У нас 137 день и прекрасный, просто замечательный ивент ко дню матери, где нам нужно помочь Аликанта в его отношениях с мамой. Если не смотрели, то посмотрите, предыдущие серии, я только что проснулась, поэтому могу быть чуть-чуть такая вот погаченькая. Но, что поделать, короче, погнали, 137 глава. Нам сразу нужно с вами в сад. У нас все еще эпидемия ветчины, да? Сегодняшний совет по экономике. Тесто, это может быть совпадение, но цена каждого отдельного зеленого ингредиента сегодня взлетела до небес. Так и на фондовом рынке. Эксперт предлагает использовать что-нибудь красное. Ага, ага, сегодня нельзя брать зеленое, подождите. Сначала я иду в свой красивый сад. Посмотрите, как он у меня вообще сексуально выглядит сегодня. Вообще, сегодня у меня возрос вообще до небес. Ой, сколько еды у меня. Ё-моё. Так, а теперь нужно забежать в магазинчик. Посмотрите, вот это купим дешманское говно. Бесплатно. Вот это купим дешманское говно. Вот это дешманское говно. Так, вот это дешманское говно. Вот это дешманское говно. И вот это дешманское говно купим. Всё прекрасно. Засаживаем с вами баклажанчики. Я сказала баклажанчики. Ещё баклажанчики. Помидорки. Вот это. Надо было халапеньо, наверное, купить. Ну, не царское это дело. Всё. Короче, мы с вами это сделали. Так, подожди, подожди, брат. У меня пока что есть дела. Поважнее, чем считать, что ты за меня втуляешь. Подожди, во-первых, ананасовое сырное. Так, давайте сделаем... Да, в принципе, я могу все сделать. Давайте ананасовую и сырную примем. Так, что у тебя такое там? Что надо? Привет, друг. Я рада показать. А, на сегодня объявили. Значит, смотри. Сегодня заказы только с красными начинками. С зелёными заказы только... Вот, с красными начинками за двадцатку. Алый аромат называется. Вот такое вот у нас сегодня интересное. Поехали. Ананас, ананас. Томат или помидор. Без разницы, просто положите его на мою пиццу с сыром. Хорошо. То есть, вот так. Томат или помидор. Всё. Я положила. Надеюсь, тебе норм. Но он попросил томат или помидор. Так, и сделаем ещё с вами... Смотри, сделаем эту пиццу, которая на нас потом. На, брат. Ну, ты попросил. Я сделала. Ясно. Запомним на будущее. Здравствуйте, мадам. Вам чего? Помидоры самые лучшие, так ли? Всё, что связано с помидорами и сыром. Угу. Хорошо, Заюж. Значит, всё, что связано с помидором. Класть на твою пиццу. Да? Там у меня очередь вообще, я прям слышу, не останавливается. Прям свистит у меня всё. Ананасик с вами кладём. Покладываем с вами ананасик. Ананасик. Подожди. Сказали зелёные в этом. Ну, всё, значит, всё правильно. Так. Твоя пицца с помидорами, мамзель. Забирай. Кушай. Приятного аппетита, моя сладкая. Приходите к нам ещё. Здрасте, бабули. А, это вы. Э, а почему нарезанные помидоры не смогли срезать по так же большей куске? Угу. Короче, вы сегодня решили мне все мои помидоры сожрать? Я их все выращивала так долго, и вы решили их мне все сожрать? Серьёзно, мои нерезанные помидорчики? А я так старалась. Ладно, кладём сюда пиццу. Давайте ускорим себе течение пиццы. О, не порезала. Блин, сорян, брат. Извини. Ну, блин, ну, прости, ну, забыла. Ну, уже нельзя выложить. Ну, извини. Здрасте, можно мне пицца с пепперони, но без какого-либо соуса на ней? А ты что, не видела, что у нас это как бы сегодня без... А, мы сегодня без зелёных начинок. У нас сегодня фиеста красного. Так, давайте сразу сделаем две сырные пиццы. Раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два. Ну, типа, а чё бы нет? Типа, сразу работаем на второй заказ. Я видела, что там был сыр. Сыр! На, моя хорошая. Да, чё-то сегодня мы не очень хорошо с вами начались. Ну, смотри, какие красивые цветы. Пепперони без соуса будут нужны более мелкие кусочки. На 8 частей сделать её очень хрустящей. Так, пепперони без соуса, без беззаюз. Очень хрустящий. Два раза тебе её про этого прогнать, да? Ну, она кривовастая, но это не умаляет того, что она очень вкусная. Очень сочная. Как пуля резкая, как пуля дерзкая. Вообще просто секс. Большие кусочки. 8 штук. Для тебя, мой сладкий. Держи. Приятного аппетита. Угу. Кушайте, кушайте. Не обляпайтесь. О, доставочка приехала. Привет, да. Тебе нужно ананас и сыр. Всё, забирай. И сразу берём с вами заказ на две сырные пиццы. Зарабатываем. Зарабатываем. Да всё, иди уже. Брат, тебе шо, брат? Могу я получить пиццу, пепперони без сыра и без соуса? Так, то есть просто пепперони без сыра и без соуса. Всё, что угодно, мой хороший. Так, и давайте сделаем вонючий пицц. Там, по-моему, две штуки надо было сделать вонючего пита. Но я не уверена. Надо чекнуть. Держи, брат. Ну-ка. Саврум, вонючий пит. Да, две штуки. Всё. Чего вас так много, алло? Я здесь ради бекона. Положить бекон сразу на лепёшку. Угу. Так, бекон сразу на лепёшку без ничего. Печку дважды положить. Блин, она так быстро теперь вылетает, что я не успеваю. Надо другие пиццы подавать. Ваша пицца. Приятного аппетита. О, доставочка приехала. Привет, да. Две ваши пиццы. Забирайте. И берём с вами сразу вонючий пицц. Сегодня сделаем все пиццы, заработаем много бабла. Вам чего? Привет. Я хочу половину папирона, половину сыра. Но могли бы не кладь соус на каждую из них. Так, хорошо. Половина папирони, половина сыр. Без проблем, моя хорошая. Если ты хочешь сегодня такую пиццу, будьте такая пицца. Блин, мне так нравится, когда они заказывают такие пиццы. Это просто же... Это упомрачительно великолепно. Не идеально, но нормально. Да ладно, какая разница, что есть. Я слышала, вы получили пиццу, но ничто не сравнится с классикой. Одну пиццу с папирони, с томатным соусом. Так, папирони, томатный соус. Без без без. Ой, мне сейчас доставка приедет. А я ещё это... Не сделала вторую пиццу, прикинь. По вонючести. Так, надо сделать вонючего пицца ещё одного. А то я это... Обосрутись. Вонючий пицц. Аллилуйя, вонючий пицц. Так, вонючего пицца вот сюда. Вашу пиццу вот сюда. Эту сюда, эту сюда. Всё. У меня всё готово. Держите. Приятного аппетита. Дальше. Томат или помидор, без разницы, просто положить новую пиццу. Я уже проходила это. Я знаю, как это. Это вот так. Это значит, ещё нужно положить вот эти нерезанные помидорки. То есть, нарезанные. А то он потом скажет, что я ему что-то там не доложила. Угу. Я знаю, как они потом будут тут вонять свои права качать. Не надо. Держи, браток. Вот, ему сразу всё понравилось. Далее. О, пиццечка приехала. Здрасте. Да, забирайте две упаковочки. Пожалуйста. О, уже 655. Видишь? Хорошо живём. Красиво жить не запретишь. И помидоры самые лучшие. Всё, что связано с помидором и сыром, клади на мою пиццу. То есть, тебе сырно-помидорную пиццу. Так, давайте кладём сырно-помидорная пицца. Ну, я уже, кстати, не успеваю других клиентов обслужить. Последняя пицца для этой женщины. И больше ничего. А котик у меня? Ушёл. Что она тут подо мной лежала? Я, чтобы её не пнуть, периодически поглядывала. Держи, браток. А чё у нас здесь? Когда я буду? 96 посетителей. Надо 90 пицц, 31 счастливого посетителя. А здесь 150 счастливых. Охренеть. Вот это да. Вот это вы, конечно, придумали. Ой, сколько много. Хорошо. Хорошо. Так, а тут что? Задание ещё какое-то? Ой-ой-ой, хорошо. О, ещё раз привет. Мой соперник. Как дела? О, боже, эти цветы великолепны. Я думаешь? Да я знаю. Я, ну да, не слишком радусь, а кто угодно мог бы посадить эти цветы. Моей маме это понравится. Единственная проблема в том, что цитофу близко недостаточно, чтобы оплатить всё, что она для меня сделала. Я слушаю. Я просто хочу сказать, и как много она для меня значит, и как я сожалею обо всех трудных временах, которые у нас были. О, какой милый аликанто. Аликанто, ты не сладко. Аликанто острый, как его пицца. Переходи к делу. Что ж, видя, что ты нашёл идеальные цветы для моей мамы, я подумал. Не мог бы ли ты мне помочь сделать это место красивым, когда я буду делать ей сюрприз? Интересно. Она знает, как сильно я ненавижу это место, так что празднование Дня Матери здесь было бы полной неожиданностью. Так, и? Ты мне поможешь с декором? У меня нет денег. Спасибо, я имею в виду, неважно. Круто, я думаю. Я вернусь через несколько дней. Убедись, чтобы место было готово. У меня нет денег. Аликанто, у меня нет денег. Я немного расстроилась. У меня только появились деньги. Только появились деньги. А мне нужно 8 декора купить. Кошмар. Я думала, сейчас куплю себе улучшалки. Заживём. Нет, я буду сейчас покупать себе декор. Сейчас ещё придёт какая-нибудь баба, какой-нибудь мужик, который захотят инвестиции. Обосрись, просто не встань. Спасибо. Сегодняшний совет по экономии. Мы, с сожалению, сообщаем все кулинарам, что сегодня цены на все ингредиенты выросли. Настоятельно рекомендуют использовать любые альтернативные способы получения ингредиентов. Вот и всё на сегодня. Спасибо. Что у нас по пицце? Помидор сырный, любители мяса сосисочное. Ещё раз здравствуй, друг. Давай посмотрим. Только с начинками из сада. Ну давай попробуем, окей. Я не знаю, насколько это будет фиаско. Зелёное песто и помидоры красные. Месть на вкус безумно прекрасные. Песто. И помидоры. Не, ну у меня вроде бы там что-то растёт. Я, если что, резко могу взрастить. Держи, брат. Моей маме определённо понравится. Да. Томат или помидор, без разницы. Угу. Понял. Короче, делаю три одинаковые пиццы. Три одинаковые пиццы. Для тёти тупицы. Да, мы тут стоять куда. Что ты ещё сделал? Не надо так делать. Так, сырную сюда. Вот это ускорить. Это бабе отдали. Это сюда положили. На, держи. Супер. Дальше. Вам чего? Эй, а почему нарезанные помидоры не смогли срезать пусть? Так, тебе пиццу с нарезанными помидорами. Всё понятно, всё сделаем. Сейчас всё будет по красоте, брат. Сейчас я вот эту пиццу закину. Они, короче, все хотят сегодня помидор жрать. Они сожрут все мои помидоры. Так, брат, на, это будет твоя пицца на сегодня. Вот. Держи, брат. Так, а что у нас ещё под савруму? Сосисочную. Так, давайте одну сосисочную сделаем. Так, одна сосис. Вам чего? Помидоры самые лучшие. Всё, что с сыром... Угу, понял. Короче, сегодня у меня песец. Песец. У меня кончаются помидорки. Что делать? А день ещё такой длинный, а помидорок-то всё меньше и меньше. А я там посадила совсем с гулькин хрен. Делаем сосисочную пиццу. На заказ. Так, так. Так, так. Всё. Держи, братуха. Твоя еда. Она тебе принадлежит и таким же, как и я. Вот. Кушайте, кушайте. На здоровье не обляпайтесь. Тебе что? Нарезанный помидором звучит очень вкусно. С томатом тоже. А, у тебя... Чего? А, тебе вот так, по 50 на 50. По писярику. По писярику давайте, девочки, сделаем. Она попросила, мы её сделали. Вот так вот, зайка. Для тебя вылетает самая быстрая пицца на свете. Держите. Поешьте вкусняшку. Конечно, с этой пиццы сета. Опачки! Доставочка приехала. Привет! Да, значит, тебе сырное, две помидор. Держи, браток. Берём с вами сразу сосисочную на вечер. Всё, давай, чеши. Зарабатываем бабло. Сырный чесночный хлеб. Так, сырный чесночный хлеб. Это, по-моему, без соуса. Наконец-то хоть кто-то взял не помидоры. Просто дождались. Берите баклажаны. Мне так много всего с баклажанами. Так, давайте ещё раз ускоримся. Чтоб побыстрее вылетало. Сырный чесночный хлеб. Чтоб как раз его обсасывать. Держите. Лети, перелётная пицца. Да, иди отсюда, пицца. Иди. Всё, ну хватит. Мы же это сто раз видели. Привет, брат. Чё тебе? Эй, ребята, чесночный хлеб. Я просто хочу немного этого. Так, чесночный хлеб. Из цельной пшеницы. То есть тебе без соуса, без всего, да? Цельная пшеница. Как ты просил? Всё для вас. Вам чего, дятя? Зелёное песто и красное на вкус. Угу. Ой, бедные помидорки. Держитесь, крепитесь до конца дня. Мы справимся, братаны. Мы справимся. Мы будем держаться до последнего. У нас всё получится. Всё будет хорошо. Держи. Играть с победной фанфарой это идеальная пицца. Да, да. Вам чего, брат? Томат или помидор без разницы на мою пиццу. Так, ну, короче, у тебя опять вот это вот. Томат или помидор, да? А! А! Кончились! Помидоры! Полундра! Помидоров больше нет. Я не доложила одну помидорку. Стоять идём в сад. Нам нужны помидорки. Срочно. Есть! Пятьдесят. Здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо покупать. Надо покупать. Так, обновить. Блин, халапеньо за шестнадцать. Где помидоры? Ёб твою мать! Помидоры. Сучки. Давайте. Давай помидорку. Ну, хотя бы так. Мне до конца смены нужно держаться. Так, давай, брат, иди. И я опять потратила деньги, ё-моё. Э, а почему нарезанный не смог? Ну, конечно. Конечно, вы все хотите свои сраные срезанные помидоры. Ну, возьмите вы, блин, я не знаю, но у меня так много ингредиентов. Базилик. Э-э, баклажан. Саный. Чеснок. Ну, у меня вообще беда с этими, блин, бананами, кокосами. Блин, братан, ну ёп твою налево. Давай, чеснок, 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 чеснок. Помидоры. Темная корка. Понятно. Вы же понимаете, что у меня больше нет помидоров? Я больше не смогу. Я не хочу тратить 10 кристаллов на сраные помидоры выращивания. Нет, не надо. Это ГГ. Возьмите сосиски. Берите сосиски. Завтра берите сосиски, пожалуйста, сосиски. О, боже мой. Где доставка там? Приехала, нет? Да, держи свои сосиски. Давай, чеши. Нарезанное песто звучит вкусно. Ага, поняла. Тебе вот эту вот фигню, да? Вот эту вот извращенскую. 50 на 50. Бедные мои помидоры. Они держатся из последних сил. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Как жить, как быть, я не знаю. У меня просто, ну... Денег нет. Держи, братуха. Пожалуйста. Приятного аппетита. Достижения заберу. Ой, я рад видеть, что всё ещё открыто. О, привет. Из вежливости. Из вежливости я хотел сообщить вам последние новости, прежде чем сообщить о том, что я обнаружил. Благодаря вашему предложению я пробрался на фабрику БДД и получил некоторые важные доказательства. Ого. Эти доказательства подтверждают суждение в АПП. Это журнал операций, в котором перечислены украденные рецепты пицц вместе с названием всех местных пиццерий, которые недавно закрылись. Похоже, что лучшая пицца на самом деле не от БДД. Я собираюсь отчитаться перед ВАП и скоро расскажу общественности о том, что они сделали. Спасибо за сотрудничество. Держись. Что заставляет вас колебаться? БДД явно нарушил рыночный порядок. Ты прав. Давай. Кренач. Хорошо, просто следи за новостями. Возможно, потребуется несколько дней, чтобы об этом стало известно. Но я обещаю вам, что Анжелика и БДД будут привлечены к ответственности. Определенно. И вот 138 день подошел к концу. Мы с вами получили 146. Кстати, ну неплохо-то. Ремонт. Пока без ремонтов обойдемся. Так, ну что по новостям сегодня? К сожалению, наш сегмент, посвященный жизни ресторатора Анжелики Бешамель, был отменен. Вместо этого мы вернемся к нашим регулярным новостям. Для всех, кто интересуется кулинарией, сегодняшний день выглядит как хороший день для продаж. Так как цены на ингредиенты, похоже, вернулись к норме. Это внезапный сдвиг сопровождается слухами о том, что с производством большепизданной происходит что-то странное. Вот и все на сегодня. Хорошая пицца, отличная пицца. Ну и хрен бы с ней. С этой Анжелика Бешамель. Так, смотрим, что у нас тут по заданиям. О, давайте сырную. Так, две сыр, две сыр. И две солмор. Все. Сладкий перец и сосиски, но без сосисок. Ты дятел или что? Просто сладкий перец. Вот я тоже не поняла, ты дурак или как? Вот я тоже подумала, что ты какой-то дурак. Балвандиньо. Можно тебя так назвать? Твоя пицца, братка. Да. Да все, иди. Чеши, брат. Надо покупать вещи. Как дела, грибы с сосисками для меня? Без проблем. Сосиску положу. Тебя я напицу. Свою сосиску. Ты поешь и получи ее. Твоя сосиска. Полириска. Твоя сосиска для тебя. Поешь ее слегка. Держи. Ой, как хорошо, когда очереди нет. Я себя чувствую даже как-то, знаешь, посвободней. Одна пицца с беконом, одна пицца с ветчиной. Так, ладно, поехали. Сейчас справимся, подожди. Значит, две пиццы. Одна бекон, одна ветчина. Так, давай, значит, бекон. Добавьте, пожалуйста, базилик и все грибы, которые вы съесть, к ним обоим. Базилик. Ну, надо же иногда делать сложные заказы. Не все же легко отню делать. Так, и все грибы. Держи. О, нормальная, кстати. Она даже не заметила. Ну и супер. Слепошарая, потому что не разбирается. Тот парень прав. Макси, пицца лучше, когда она с томатным соусом. Но не нравится разделять мясо и все остальное. О, нет. Так, Макси пицца. Ей нравится разделять мясо и все остальное. Моряка. Держи, братуха. Твоя пицуха. Ешь. Фух, ну хорошо. Потихонечку зарабатываем. Сейчас еще приедет эта доставочка. Вообще кайф будет. Можно мне, пожалуйста, оливковую пиццу с луком, но также грибами? Хорошо. Оливковая пицца, лук, грибы. Опа. Держи, братуха, твоя пицца. Бонзай. А он в пижаме пришел, вы заметили? Так, где доставка? Привет, брат. Да, смотри. Две твои пиццы. Упаковать. Забирай. Сразу берем следующую. Две соленый моряк в 20-30. Все. Зашибись. Работаем. Работаем. Веганскую пиццу, пожалуйста. Обожаю, когда вы заказываете веганскую пиццу. Это просто... Это мое любимое. Что может быть в этом мире? Лазь, блин, на эту сраную пиццу все начинки ради того, чтобы все похерилось у нас тут. Мне там доставка сейчас приедет, а я тут сиськи мну на твою пиццу. Ой, как много этих травоядных начинок. Ну, их слишком много, этих травоядных. Все, ничего не забыла? Забирайте свою траву. И уматывай отсюда. Блин, как же я ненавижу эти веганские ваши пиццы, блин. Ну, реально, ну все, похерил мне своей пиццей. Я бы больше денег заработала. На. Ну, хоть чай хороший дал. На том спасибо. Привет, пиццульчик. Держи, братульчик. Забирай. Потрясающая пицца, конечно, да. Давай, а можешь еще коем-нибудь успеть обслужить. Когда-нибудь пробовали попперсы из халапеньо? Что, еб твою мать? Давай. Так. Сыр, бекон, халапеньо и соус. Сыр, бекон, халапеньо и соус. Сыр, бекон. Так что, надеюсь, ей понравится. Двойная порция бекона не у каждого бывает. Так, тут у меня какая-то это можно собрать. У скуряшки. Так, ну что, давайте посмотрим. Что у нас там по заданию Аликанте? Мы заработали с вами сегодня 110 баксов. Хорошо. Значит, смотри. Декор, день матери, Аликанте. А где посмотреть, вот, допустим, задание Аликанте? Где? Письмо, букет. 120, 200. Шарики, 200. Цветочная клеточка. Я пока хочу что-нибудь недорогое покупать. Ну, пусть пока будет так. Беспокойтесь о большей пиццданной. Не стоит. Генеральный директор Анжелика Бешамель сделал свое заявление, чтобы успокоить опасения по поводу замедления производства. Все под контролем, сказала мисс Бешамель. Мы просто вносим изменения в наш персонал. Замедли производство, чтобы мы могли сосредоточиться на этом важном решении. Сегодняшняя утренняя трансляция представлена вам новой органической пиццей Мапа Тофа. Только в большей пиццданной. Ешь умно, будь умным. Эй! А у меня нет тофу! Какашка! Макси ветчина. О, вот ветчина грибная. Так, ветчин. На сегодня один заказ. Да, спасибо. Все, теперь у нас вот такой вот декор. Надеюсь, Эликанта понравится. Знаете ли вы, что древние египтяне поклонялись луку? Сферическая форма и концентрические кольца могут замазить вечно. И можно с песта. Хорошо. Тебе луковую пиццу с песта? Так бы и сказала. Господи. Пришла мне загонять какие-то непонятные вообще вещи. Бааа. За что ты так со мной? Баа. Не надо. Баа. Так, делаем ветчину грибы. Баа, твоя пицца, Бааа. Приятного, Бааа. Лучше быть не могло. Спасибо вам. Угу. У меня будет луа-вечеринка, но я не хочу традиционно договориться к пицце. Хочу три ваших фруктовых свиньи положить их печь дважды. Сейчас. Подождите. Я, конечно, понимаю, что вы хотите три фруктовые свиньи, но... У меня как бы свои планы на этот счет. А я даже не помню, что в них идет. Давайте проверять. Помню, что, по-моему, этот... Какая-то хрень. Так. Фруктовая свинья где? Так. Ох. Так. Четыре вида этого. И... Вот это и ананасы. Понял. Напряжение-то напердели. Чуть-чуть приходится даже, видишь, молчать, сосредотачиваться. И молча накладывать ломтики ананасов. Еще стараться не особо кривить, потому что потом оно будет говнить и говорить... Как криво... Ой, какая... Говню. Переделывай. Это знаете что? Пошла она нахер. Надо по-нормальному заказывать. Сделаем ей вот такую неаккуратную пиццу. Что там оливки еще были, да? Пицца шик. Шикоблеск. Три фруктовые свиньи. А, ну, кстати, нормально. На 71% дождалась. Неплохо. Держи, подруга. Твердая четвертка. Ну, ничего страшного. Зато мы быстро относительно все это сделали. Ой, привет! Здорово, дружище. Мне нужно пицца с беконом на день рождения моего лучшего медведя. Без проблем. Поздравим твоего медведя с днем рождения. Блин, он так давно к нам не заходил. Он, наконец-таки, про нас вспомнил. А мы ему, между прочим, помогали с инвестициями. Вот. Поэтому вот так вот. Конечно, он должен быть счастлив и рад. Держи, брат. Ты лучший приятель. Ну, конечно. Можно мне пиццу капрезе? Сыр, базилик, помидоры. Капрезе. А, капрезе. Это салат этот. Ну, типа, закуска. Я что-то думала, что... Ну, знаешь, в этой игре лучше переспрашивать. Ты помнишь, как с Цезарем? У них Цезарь тут вообще не по рецепту. Мало ли, что там с капреза какие могли произойти изменения. Понимаешь? Ну, конечно, лучше уточнить. Ну, их нахер я вот это вот, конечно. Не-не-не, спасибо. Держи. Средненькая пицца. Ой, иди отсюда. Самая лучшая пицца в городе. Ничего не знаю. Держи, брат. Ничего не знаю. Она самая лучшая пицца в городе. Что-то не нравится дверь там. Я собиралась попробовать БДД, но запах бекона заманил меня сюда. Пиццу с беконом тебе, да, Заюш? Сейчас сделаем. Красота. Прелесть. Приятного. Так, ну, в принципе, времени еще нормально. Я просто хочу половину ветчины и бекона. Половина ветчина и половина бекон. Ну, надеюсь. Потому что, ну, можно было еще и по-другому замиксовать. Не, ну, я думаю так. Так, половина ветчина и бекон. Держи, брат. Значит, ну, хотел по-другому. Пап, пожалуйста. Так. Пепперони, ананас, перец. Все, я помню это. Я клиента потеряла. Из-за того, что он тупой. И от этого мне стало снова грустно. Я не знаю, как жить в этом мире в пицце. Он очень сложный. Держи, подруга. Ну, я не знаю, успею сделать последнюю пиццу или нет. Эй, половина с сосисками и половина с грибами. Соус песта, пожалуйста. Ага. Так, соус песта. Половина сосиски, половина грибы хорошо запечена. Ну, что ж. Что могу сказать? Хорошо? С вами работаем. Что у нас, кстати, по начинкам? Надо начинки пополнять. У меня беда какая-то. Но я не хочу тратить на них бабло. Вообще не хочу. Держи, подруга. Я поделюсь тупицей с мамой. Что ж, мы рады это слышать. Ну, что ж. Вот такая получилась серия. Не забывайте подписываться на каналчик. Поддерживайте лайками. Продолжим в следующей серии. Собирать подарок для матери Аликанты. Надеюсь, у нас с вами получится. Увидимся. Пока.